Два раза в год поклонники бьюти-индустрии пристально следят за неделями мод, читают обзоры модных трендов, в том числе и в макияже. Особая удача попасть на мастер-класс именитого визажиста. Один из последователей направления 2019 года «Натуральность и естественность» Роман Пономарёв посетил Челябинск, чтобы рассказать, как адаптировать современные технологии в свой ежедневный образ. Нам очень нравится именно Ромин стиль и давно хотели его пригласить к нам в студию, чтобы он показал девочкам, как правильно работать с кожей, какие-то современные фишки в работе. Ну и, соответственно, это новый взгляд другого мастера, потому что у каждого свои фишки, свои какие-то секреты. Поэтому мы очень рады, что Рома именно к нам приехал. Он меня вдохновляет. Его видение красоты очень простое, очень лаконичное, но при этом все выглядит дорого, красиво. И девушки не становятся перегруженными, они остаются женственными. То есть, аккуратно. Для меня макияж, на самом деле, он был всегда. То есть, у меня всегда была тяга к чему-то такому прекрасному, потому что у меня два художественных образования по итогу законченных. И макияж, на самом деле, это, так сказать, исход моей какой-то карьеры. Он произошел у меня случайно, потому что у меня, как любому подростку, 18 лет нужна была работа. А работать официантом мне не очень хотелось. И я пошел работать в ЛДБТ, и вот с 18 лет я занимаюсь мейкапом. Образы для визажистов делятся на клиентские и коммерческие. Профессионалу важно уметь создавать оба, а иногда и уметь размывать грани этих двух направлений. Я сегодня показывал два образа. Оба образа были с тематикой на коммерческие темы. Но второй образ, он получился чуть более креативный, потому что мне кажется, что некоторые креативные элементы очень хорошо нужны для визажистов, чтобы сделать их аккаунты более яркими. То есть благодаря буквально парочке волшебных спреев можно сделать из коммерческого образа очень красивый, креативный. До приезда сюда на мастер-класс, естественно, пытались в домашних условиях, так скажем, повторить. И не всегда получалось, потому что кое-каких нюансов, возможно, ты не понимаешь, когда не видишь этого вживую. Сегодня он поделился абсолютно всеми секретами. То есть я надеюсь, сегодня получится наконец-то повторить. Для меня самое главное – это качественный тон. Мне кажется, что тон в макияже у любой девушки, он должен быть просто прекрасный. Поэтому я считаю, что базовый набор современной девушки – это тон, это бронзер, это блеск для губ, тушь и мой волшебный мозг для бровей. В погоне за трендами девушки часто теряют свою индивидуальность, становясь похожими друг на друга. Однако не все, что диктует современная мода, стоит пробовать на себе. Роман подтвердил все предположения, так скажем. Это, конечно же, светящаяся здоровая кожа, ухоженные красивые брови. Не обязательно, поучи брови всем идти, но, конечно, это тоже тренд. Это не то, что тренд, это современные, скажем так, технологии в бьюти-индустрии. И сейчас все бренды делают то, чтобы облегчить женщине работу с косметикой. Какие-то из них я не планирую применять для себя, я, соответственно, вижу, там, фиолетовые брови и прочее. Я понимаю, что для моих клиентов это будет, ну, нерационально и неносибельно. А какие-то, например, как веснушки, которые ввел в тренд Роман, либо пушистые брови, да, это очень круто. Я считаю, что индивидуальность все-таки впереди. Потому что если применять на себя все тренды, можно быть просто сборной солянкой, которая будет, ну, выглядеть так, сомнительно. Поэтому я считаю, что если у вас от природы пушистые брови, то, пожалуйста, зачесывайте их. Если у вас длинные ресницы, то не красите их. Если у вас пухлые губы, то наносите просто в блеск. Но если вы хотите выглядеть выигрышно, то применяйте именно то, что подходит вам. Но для того, чтобы это понять, нужно это просто попробовать. У макияжа, конечно, важно не потерять свою индивидуальность, потому что тренды трендами, но есть такое понимание, что идет лично каждому. И эти моменты, их никто не отменял, поэтому, конечно, тренды можно в чем-то соблюдать, да, в каких-то нюансах. Но не обязательно переделывать свой макияж полностью под каждый сезон. 50 на 50. Индивидуальности плюс какие-то фишки, какие-то современные продукты, это все путем, пробы. И главное, чтобы это было как-то. Сегодня модные тенденции носят скорее рекомендательный характер. Ведь никаких антитрендов не существует. Какой бы макияж вы не выбрали в 2019 году, у него все равно есть шанс стать современным.